и мы снова в эфире мы снова в эфире я так понимаю надо выбрать новую комнату да да еще пока не могу сказать кто так все секунду да создал макофе создал новую комнату британия как интересно британия а пароль известен а на киеве против станем миссия шмидтов против спидфайеров а вот это уже интересно будет это гораздо интереснее согласен с вами потому что все таки япония это где-то далеко свои традиции хотя конечно жаль очень жаль что я не не мог наблюдать от первого лица как действовали советские истребители так ну что я предлагаю сначала все-таки следовать камеры из арафами то есть чтобы посмотреть и на бред и от лица британцев и от лица немцев либо можно могу следовать за дедами уж сами выбирайте можно монетку бросить в конце концов ну давайте также опять первый бой за рапа второй бой за дедов вас но тогда все время будет только от лица англии хорошо тоже хорошо не зря же нравах ну в общем да да так что дорогие зрители можете считать это нашей субъективной предвзятой позиции мы наблюдаем за британцами на немцев смотрим издалека и если повезет в бою то еще и свысока но учитывая саму карту то немцы по умолчанию будут выше до вас как сожалению но каждый пилот хочет смотреть на противника свысока вы согласитесь все желательно заходить со стороны солнца будет отлучать естественно из хвоста ну да я вот тут за собой замечал один маленький момент вот сидишь смотришь на бой там как-то виража как-то там стреляет и и прям дыхание спирается тишь замираешь и смотришь и надо что-то говорить там как-то пояснять а вот как-то как-то сложно это все и чтоб я пока тут ходил значит перерыве вспомнил про дмитрия губерниева который сидит один и вещает постоянно там про биатлон про лыжи там про много чего еще и вот постоянно 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 были на тоже какой труд все-таки постоянно говорить чтобы еще и по делу это сложно это сложно да это целая профессия кстати о составе собственно о выборе истребителей к сожалению вот я сейчас ага так вот вижу я кажется понял и так в данный момент за раф у нас мак кофе на спидфайр марк 2b то есть с пушечным вооружением джимми на спидфайр марк 1 1 56 спидфайр марк 2b опять же пушечник о highlander на тайфуне будет интересно посмотреть потому что у нас в арплейнсах тайфунов на вообще ветки холкеров к сожалению нету очень лично я жду ее и пост потеряшка тоже на спидфайр марк 2b кстати тоже интересный момент я смотрю я думаю связано именно с особенностями вооружение работы пушечного вооружения war thunder и здесь игроки предпочитают как мне кажется все таки пушечное вооружение на спидфайрах потому что в world of warplanes лично я да и большинство игроков на спидфайре выбирают комплектацию с пулеметами потому что пушечная гораздо менее маневрена серьезного преимущества огневой мощи там нет поэтому все летает на спидфайрах с пулеметом что характерно но касаемо тундры могу сказать от себя лично что 2b весьма весьма нехило вертится а если сравнивать с 2а честно говоря большой разницы я не вижу вот два и один вообще разницы никакой по моему нету 2а немножко хуже чем 1 вертится на мой взгляд но вооружение абсолютно такое же а у 2b опять же если зашел правильно короткая очередь из хиспан 20 миллиметровых то крылья отрывает вообще на уран пулеметом бывает пока там и пили же бывает не хватает ночи а испанами само то в принципе как и у немцев аналогичная мили 109 миль 1 который чисто пулеметный бывает тоже пока там допилишь 20 миллиметровыми дешками 1 1 1 и дамки но как и как я собственно и предполагал дает вот все-таки какая же все-таки замечательная на мой взгляд модель повреждения war thunder вот как же как бы я хотел наблюдать такую warplanes но я скорее всего не будет из-за того что все-таки здесь в аркаде имеет место быть гаражные бои да когда может когда ты берешь с собой в бой пяток сама различных самолетов сбили один вышел на другом там все-таки нужен один самолет на бой но как здесь это происходит в реалистичных и симуляторных боях а как говорится начинающий игрок который хочет аркады хочет чтобы все было быстро активно агрессивно я думаю все таки не захочет так вот отправиться в ангар и ждать следующего боя ну вот еще мое такое субъективное мнение про warplanes то есть я там деле очень когда вот танки появились для узнал то что по самолету я очень воодушевился там все те заполнил анкеты прочую всю беду чтобы поучаствовать ну как-то сидя вечером за ноутбуком в перерывах между работой думаю найду какую-нибудь информацию ну пока начал ковыряться видимо случайно набрал world of planes и вот наткнулся на war thunder как раз шел там турнир в котором участвовали раф против там гереды были еще много кто первый такой официальный турнир закрытый правда на тот момент еще была бета закрытая war thunder и как-то я так увидел подсел прям сам не ожидал и потом спустя какое-то время после war thunder я пришел в warplanes он попробовал очень так специфичное управление после war thunder очень непривычно и там опять же модель повреждений вот которая наличие шкалы хп для меня было опять же как-то так нет ни одна как сказать мало того что непривычно еще оттуда с другой стороны и на мой взгляд там не получится затащить допустим как в тундре в плане вот каком помню на хаябусе на ки-43 в аркаде еще когда там фактически все летали в аркаде налетал что-то по-моему 15 что ли я фрагов меня ни разу так и не сбили то есть а в warplanes и даже если по чуть-чуть урона получаешь в тундре ты можешь там тут чуть-чуть там чуть-чуть вроде когда зацепили можно дальше продолжать летать в warplanes и так по чуть-чуть по чуть-чуть раз и хелса стала ноль то есть я не представляю пока до конца можно ли допустим warplanes и затащить там 10 крафтов при этом можно ждать можно причем кстати в нашем клане раз тому кто 10 фрагов сделал в отдельном бою дает медальку так как ножа гальку ну внутри кланова медальку атака там есть медали но идет первая медаль ас если ты сбил пятерых и за девятерых идет там особая тоже медали и опять же если ты летаешь звене то если звено совместными силами уничтожила 12 противников то есть 12 из 15 то есть почти всю команду за это внутри игры награждаются отдельным знаком подсчета а меж тем бой начинается да уже деды начинают появляться в воздухе в мессершмиттерх посмотрим по сетапам команд деды выбрали в основном мили третьи красные пушечные мы еды получаются один хенки в 112 но он по моему тоже пушечный 112 но скорее всего да вряд ли сюда возьмут чисто пулеметный получается эмили у нас это исторично насколько я помню а вот наличие вторых б по стороны нашей тайфуна мк-1а по моему все таки не очень стрична а жаль было бы совсем интересно а вот все таки взлетает тайфун а то он что-то долго никак не взлетал даже мотор не заводил видим неполадки технически имели место поэтому поднимается воздух последним к сожалению я так надеялся побольше на него полюбоваться как же я люблю этот здоровый открытый рот у него пропеллера ну да ладно спидфайры тоже прекрасно в своем уяществе прямо даже скажем что не рот хлебал а такое большое я избеги я специально избегал этого солдова и я же чувствовал что ты хочешь это сказать поэтому ну ладно что так и вычелочек ну просто народе это борода на нам а веллингтон я смотрел сейчас в окошке кучу народу внутри видимо он как его пилот веллингтона видимо как завзятый маршруточник говорит что пока полный не наберется мы никуда не поедем но из-за проезд передавать не забывали конечно конечно вот я даже вот сейчас могу через окно наблюдать как по салону проходит кондуктор надеюсь вы дорогие зрители тоже это видите вон он вон смотрите идет от одного пулемета к другому собирает деньги кстати проверим таны они свое время когда вот может это год назад у точно помню складывались но ура сейчас все таки они более живучие стали что не может не радовать пишет 37 миллиметров продолжает рвать как как ну как все остальное что рвет 37 миллиметров но по крайней мере двадцатки пулеметы веллингтон держит мы ждем у нас впереди колонна двигается мак кофе на сам спидфайр и уже все остальные двигаются позади него так что я пожалуй не останусь чтобы наблюдать собственно первый контакт идет потихонечку клим в данный момент высота спидфайра в порядка двух с половиной километров кстати где на какой высоте сейчас мессершмитта мессершмитт 2700 3000 но как-то они идут много разными в отличие от рафов да как раз спидфайр догнали за это время да спидфайр тут очень очень кучно я бы сказал да и высота приблизительно одинаковая честно говоря странно учитывая что наоборот мессеры они бетунгарь вертик да по не вертикалях он узнал странно что наоборот климится до климится странно ну ладно видимо кстати заметьте не было лобовых где все случаи решают большей частью все стараются либо гражданой либо бунусом опять же тут получается изначально разница по высоте и все свое преимущество какой то случай там убывает ну да но я потому что каждый я мы виду что каждый пытается как то реализовать свое преимущество то есть не сводить это все простому шансу мало ли что так ну тем не менее вот три мессершмитта я смотрю забрались на четыре с лишним вот это уже интерес не сохраняют это уже интереснее потому что большинство британских самолетов на высоте порядка 3 500 3 700 вот один мак кофе как раз вот сейчас подбирается четырем тысячам уже достиг даже по моему да уже пересек данную высоту а велин то наш любимый потихонечку ползет на три с половиной тысячи интересным кем помню взял скрещу 9 по 500 нам не нужно 900 но по 200 500 не думать я не про алкоголь я про бомбовую нагрузку блюдаю у дедов взял один самолет дарния бомбардировщик 217 он взял дону подключился бомбардировщик или который штурмовик там же у него несколько модификации да 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 по моему бомбардировщик у меня денег нам поглянем блин уже забрались на пять тысяч видимо никого тоже не делит весна начинает преследовать арафа на высоте порядка 4 300 400 500 а тайфуна высоте 4 что очень то странно он все таки насколько я помню он более такой бумзонный чем Speedfire то есть факт уж нас как раз самолет для наиболее эффективны в диражном бою в горизонтали а допустим тайфун наоборот в лучшем году а в данном случае получается по высоте наоборот да будет так белин золи мусор тайфун может спекировать и набрать большую скорость сможет уйти дальше пока ну да он согласен так что то я вижу какое то движение среди рафов кто то подкрадывается к эмилю так уже слышали первые выстрелы от тайфуна как раз тайфуна пытался снять эмиль сейчас попаданий пока нет но тем не менее кружит кружит вокруг тайфуна тайфун уходит вниз пытается кружиться к эмилю подходит я смотрю паэр один них и аген да а вот за ним я не вижу за ним амилька открывает огонь аген открывает огонь но пока не безрезультатно да да есть он там еще один имя как раз в основном торжести продолжает свои попытки сбить его они сближаются эмиль сбрасывает скорость крутит размазанную бочку и даст и пара касса впереди но и эмилю не удается сразу реализовать свое положение сзади так зацепили эмильку ротвейлером ага вот дурнее 217 бьет артиллерию так потеряшка я смотрю уже дымится да потеряшка зацепила эмильку пробит маслобак в это время аген атакует и сбивает крыло блин к сожалению я нажал эскид в этот момент одному противнику а фридрих кстати это был нанесли фридрих одного фридрих первая модификация если ни разу еще на них не летал на этих фридрихах на новых как то все руки не доходят видимо так же как до лавки 5 докрасить а и потихонечку рафа опять наращивает свое преимущество бой при этом происходит все на меньшей высоте мистер шмидт видимо пытается оторваться в пикирование и вот он вот пикирование прекратил возле самой земли и пытается использовать набранную скорость для разрыва дистанции но аген от него не отстает к сожалению дистанция недостаточно мала для открытия огня а вот я наблюдаю джимми и маккоффи кружат вокруг хинка 112 я даже не понял что это хинка по форме крыла похоже у нас паера но присмотревшись да действительно не спит не спит а в это время идет очень увлекательный виражный бой между мистер шмидтом о поджог аген поджог противника тот пылает пытается лететь огонь погас пройти мистер шмидт все еще в воздухе я могу только что они сближались так сильно что я даже видел дыры на крыльях мистер шмидта ты видел лицо немецкого асса перекошенное лицо немецкого асса у меня лицо было абсолютно спокойным потому что все таки народический характер видимо сказывается мистер шмидт все все как говорится сгорел бубновый приземлился в лесу а там медведи закончили начатое британским самолетом а вот скорее всего сейчас второго добьют совсем плохо себя чувствует выходит на атаку скорее всего откроет так вот тора зацепил был зацеплен потеряшкой я вот наблюдаю сейчас Аген идет за кем-то за Эмилькой Эмилька потихоньку отрывается ну у него обороты падают надолго и таки масло уже вытепло почти скоро он перегреется ага, но Аген его бросил и уходит так я вижу сейчас потеряшка заходит на какую-то цель непонятно а нет это судя по всему это видимо спидфайр а это тайфун они с маклюром просто рядом находятся только сейчас переставался ник а между тем Веленком судя по всему развлекается круги наворачивает просто высаживает пассажира потихоньку а да понятно понятно но и новых видимо собирают что уже ну конечно автобус просто высаживает но топлива же что просто так интересно я тут наблюдаю всего два целых миссершмитта остальные более менее побитые сейчас опять пути очень сложно будет дедам кто-либо сделать в этой ситуации на мой взгляд на мой взгляд дедам немного опыта не хватает опять же таки на этих машинах нужна определенная тактика может еще играет влияние тот факт что у нас вот опять же если внимательно посмотреть на ники практически у всех стоит сзади приписка 56 то есть это пилоты одной эскадрильи соответственно так или иначе вместе летают достаточно часто и у дедов может быть просто подбирается такой состав что допустим двое-трое летают а остальные там ну как сказать моя пара допустим сегодня отсутствует и крупно говоря набрались люди которые потом по одиночке уже менее слажены и друг другом скажем так не особо слет может еще вот это как-то повлияет ну повлияло ну да конечно такой четкой организации это нет в основном все более а вот сейчас Hunter D цепляет Эмильку над портом буквально сейчас пролетаем по поводу глупит я так смотрю кто похоже кто то разбился да я не успел эту камеру зацепить пока переключался в мире пол что ли да я вам следовал два спидфайра и все таки догрызли слишком поздно я переключился так тем временем такую гарния тайфун заходит бомбардировщик немецкий возле порта близко близко к тайфуну спидфайр пролетели очень да рискованный расход произошел да вернее с петровичей лупит как только может да продолжает лупить очень серьезный заградительный огонь в основном по тайфуну хотя нет вот у спидфайра пошел огонь а вот кстати у меня вопрос в симуляторных боях с петровича как стрелять там так же как и в реалистичных в так же все точно стрелки весьма аркадные весьма достают какие неприятности кстати еще раз чуть-чуть немножечко разница war thunder и world of warplanes по поводу наличия собственно такого класса как бомбардировщики это была одна из причин привлекших меня потому что хочется лететь высоко-высоко нести так сказать груз подарков и вот немножечко был разочарован то что пока что по крайней мере пока что нету кабин прорисованных бомбардировщиков кстати была ли какая-то информация о так еще один мистер шмидт падает спидфайр пытался его поскорее добить пока тот был в штопоре но задел крылом так что по одному самолету с каждой стороны спешил 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 спидфайр да увы спидфайр один тоже отправляется на землю ну а веллингтон доехал до конечной да маленькое отвлечение горит горит бомбардировщик ну и видимо скоро догорит не я я смотрю веллингтон совершил успешную посадку как я могу наблюдать ты парковался на вокзале вот да уже следующую электричку заглушил двигатели дарне очень красиво горел пиану разбит на среднем я про я к сожалению не разобрал кто это я думал что на самом деле что это веллингтон как-то попал под вражеский огонь скорее на нее приключился а он вот на аэродроме опять кого-нибудь жаль так победа победа британской авиации ну а я полагаю сейчас будет смена сторон и по крайней мере еще один бой мы увидим с нетерпением жду такой возможности теперь посмотрим как деды будут как говорится деды воевали вот посмотрим как они воюют на британских истребителях я смотрю уже рафы большинство еще не все но некоторые уже выбрали себе самолеты я полагаю будет состав подобный то есть эмильки третий скорее всего да и так мак кофе у нас на эмили третьем джимми эмили первый агин густав 2 странно я думал он сейчас его поменяют скорее всего поменяют проверим да потому что странно так хайлендер эмиль 3 скайбой хенкель 112 а стоп это еще не переключился один из дедов потеряшка опять же эмиль 3 ну собственно и все а деды потихоньку выбирают британские истребители серж 21 рус спидфайр марк 2 б ред ред спидфайр марк 2 б турбо карлсон такой же самолет апокалипта пока еще видимо не определился крис 92 спидфайр марк 2 б то есть состав не паразиты разнообразием но надеюсь что паразит интересной и красивой игрой потому что я искренне надеюсь что дедам все таки удастся как говорится размочить счет и прервать эту серию побед клана рав хоть я сам к нему отношусь но я люблю интригу а пока что ее особо не наблюдалось к сожалению будем надеяться что они я надеюсь на приятные сюрпризы я надеюсь на приятные сюрпризы я надеюсь на все видно что немного не хватает опыта дедам или может быть даже слетанности потому что вот как можно было наблюдать вот в данном бою когда все представители эскадрильи раф двигались в едином строю все рядом и понятно было что какому-то одиночному самолета подступиться к такой эскадре глупо и безнадежно а вот как я наблюдал дедов они все-таки как-то более разрозненно атаковали а нет я думал пибетки сейчас уже возьмет спидфайр 5 но нет тоже марк 2b ну я думаю еще какой момент это у нас первый такой бой первый блин поэтому в следующий раз я думаю деды можно более подготовиться ну как сказать более оптимально а потом как я смотрю что периодически люди меняются в команде те кто летали одни на других меняют ну опять же понятно время у всех разное кто-то спать пошел кто-то там семья дети а может быть просто выступить раз выступят супер состав там месяц упорных тренировок которые нам и все подождите сейчас сейчас должна звучать песня когда разговоры схем в крайнем случае альтернативные видео источники вот как сейчас собственно в данный момент прямая трансляция идет на твиче спасибо данному сайту за это как говорится а потом уже и кстати вот отдельно спасибо вот видео сервису twitch за крайне удобный экспорт сделанных видео или собственно стримов последствий на youtube то есть очень удобно можно либо из уже прошедшего стрима выделить наиболее интересные моменты и игроки заходящие ну точнее люди заходящие на канал могут сразу посмотреть конкретно вот эти моменты названы там highlights и потом любой из этих highlights of крайне удобно экспортируются на youtube собственно при этом сохраняются теги и описание что опять же очень очень удобно а мишка а вот эти вот всяких highlights and accent на 2 по-английски говорить халат я сайлайте текс и вот эти вот всякие хайлайты они как-то выделяются сами или их можно там нет и всем выделяю что из изначально у тебя грубо говоря вот прошел какой-то стрим и в твоем канале просто есть раздел прошедшие трансляции любую из них ты можешь выбрать и отметить там вот эти вот хайлайты самостоятельно то есть это можно ты можешь сделать все видео одним большим хайлайтом грубо опять же для удобства выгрузки на youtube либо можешь вот вырезать какой-то отдельный момент даже длящись там несколько секунд интересно а я вот что-то походу забыл команду поменять я через дедов смотрю со стороны британцев ну он даже идет черт возьми черт возьми а все я попадаю я смотрю что то не идет и не нажал кнопочку готов думаю что же такое да тут можно поменять команду в процессе присоединиться если не зато команды зашли но я остался на британцах я буду наблюдать теперь дедов давайте пожелаем видам удачи да я за них теперь порю гали господи горю болею простите я кстати сейчас смотрю за машиной криса его слева под кабиной пилота изображен знак скрипичный ключ несколько нот как вот у маэстро войдут одни старики сейчас буквально переключиться на него у тебя буквально недавно пересматривал этот фильм нашел вот на ru tori на небольшая реклама трекер на ru tori взял версию бодерит раскрашенный кстати в цветах очень так неплохо выглядит поэтому рекомендую если кто в цветах не видел весьма неплохо но фильм я даже рекламировать не буду фильм шедевр все знают вот поэтому включился на криса движется эти ключи маэстро собственно да кстати вот я обратил внимание особенно нет прошлое когда это было на японцах очень мне понравилось оформление истребители киеву игрока скомарок полностью соответствующий днику то есть там много различных знаков как настоящих скомарок петрушка это все выглядело британец же у него я смотрю безо всяких наклеек все строго а видимо руки не дошли еще или просто разобрать он считает что британцы слишком серьезная нация чтобы вешать себе всякие там наклейки просто у японцы это дрифт и все такое там у британцев просто нету варенье нормально максимум джайм поэтому без варенья карлсон ой господи ой я скомароке я про скомароке господи я просто смотрю на карлсона у него процветка века веселая я сейчас и посмотрим на него я уже турбо карлсон там что-то прям да я даже на как это правильно назвать то ли змейка какая-то долю я не удивлюсь я не удивлюсь если у него на шасси хромированные диски ну да я кстати помню пытался на декаль повесить на винт на фокус до 13 меня читая из не там решил тоже скомарошистую хреновину затворить но кстати ротвиллер разбился на эмильке не знаю что произошло и попытался сделать на значит на винт зеленый ярко-зеленого цвета там правильно даже объяснить очень хреновину и в анкаре самолет шел видно что винт зеленый ярко а в бою все-таки он размазывается думал будет зеленым размазываться нет черный не получилось плюшка еще и зеленый винт был вообще выводит няшко ну скорее с отобрали не текстур но кстати вот на кише от 1 на митинге красный винт и когда в бою перед глазами очень немного рябит мешает ну да но опять же у них красный винт он по умолчанию сделан так поэтому а тут вот с текстуркой из декалька к сожалению не получилось ну может со временем и виду смотрим уже так но вот уже не происходит в высоте 3 тысячи столкнулись да очень плотный контакт насколько я вижу да сразу несколько истребителей одновременно в свалки я сейчас даже могу им дать немножечко со стороны выглядит все сумбурно как собственно и должно быть в реальности так сих пор пытается атаковать что-то немецкое тяжелое я не могу понять что это дедовский боффайтер пошел выбрасывать орбеду на корабль а есть контакт и уходит вверх а между тем немецкий бомбардировщик а нет ну что прям нормально вырулил вот у карлсон уже пробито левое крыло дырень зияет больших размеров достаточно урон уходит вниз зима уходит от мальчика такие наблюдается не такими большими недочеты опять на спидфайерах деды вышли и тоже идут крутить вертикали с мессерами конечно не очень немцы конечно немцы насколько я помню в принципе на своих самолетах себя старались вертикали крутить зонтали ну да конечно не только это основная тактика занялся пипетку только что один из мессеров пытался зацепить но не зацепил по дому раза я коммерческого морок падает у него отключился уже двигатель он уже у самой земли все просто идет планирование и до филдар там далеко встреча с поверхностью рубят крыло пипетки в воздухе мы проходим да пипетка тоже падает грустно это все наблюдать но я вижу какой то мессершмитт взял бомбу с собой видим будет бомбить так я смотрю до тора с дырявым крылом и у него дыра фюзеляжа в районе двигателя и он его преследует какой то мисс его преследует бомбардировщик немецкий вот это да вот это да и отрубает ему хвост да тут бак взорвался у него там все что можно отлетело да видимо был пробит не смог уйти в горизонталь да видно что что ж там был что он был да очень сильно поврежден возможно что там и скорее всего там и двигатель уже плохо функционировал и крыло уже не позволяло совершить маневр а между тем тут идет весьма активная гаражный бой дембель у самой земли я только что в мире самой земли кружится с миссершмиттами ведет по кому то огонь при этом где то сзади на нем есть противник да вот сейчас зашла заходит на 6 да я вот он наблюдаю преследует он макпофе да все таки отстал там в 1 6 еще сразу двое миссершмиттов пытаются открыть огонь 6 но проскакивает при этом правда крыло уже у дембеля поврежденной опять же красное крыло но закрылки пока еще целы поэтому закрылках можно вытащить если что эмильки очень очень активно седает все разбился задев крылом землю все пропеллера тоже нет ой смотрите мне кажется у него и самолет случился апеллипсический припадок посмотрите кто нибудь вставьте ему что нибудь в рот я имею ввиду то время где то так будет миле на высоте 2000 все таки на высоте остался какая то пара идет кризис это крис это крис наш маэст атакует крис выходит неплохо сейчас выходит но миссер шмидт перекладывается да вроде задел задел но незначительно так миссер там судя по всему пулеметный который и один да по расцветке нет миссер нет миссер как раз таки пушечный а пушечный желтый цвет значит не видно при его так с крыльевом там там разные камуфляжи можно выбирать на них ааа да там же битвы за британией вели камуфляж так вот сейчас эмилька заходит на 6 спирт поэро короткая очередь которая прошла мимо крис вертит вертикальные маневры надеюсь ему получится вытащить противника на горизонталь убирает убирает плоскости вовремя не выходит похоже на джиме опять выходим на 6 опять опять делает такой пытается убрать плоскости но ему пробивает скорее всего да джиме упал отлично маэстро нельзя не зря собственно носит да маэстро не подкачал не подкачал однозначно но тем не менее у него еще один противник на 6 нет нет это свой это комэкз он недавно подчинился на филтон садился но он видимо развлекает там всех там же комаров местных жителей да ну да туровым английским юмором так кстати недавно для себя открыл сериал называется дживс и лустер джиме джиме английского языка еще лучше вооружившись знанием английского языка убрать на фиг субтитры не знаю кого как лично меня нет отвлекает так что то странные звуки я слышу от мотора самолета криса то ли он просто ослабил тягу то ли все таки может быть что то с ним не так я слышу что вороты низкие а вот повысил похоже что то что то что ли крыло повреждено а он заходит на посадку просто гасил энергию мне просто у нас уже уже идут выучить мессершмитт он мне тут пишут просьба поправить Дерни 217 это тяжелый истребитель . А вот да тяжелый истребитель ясно ну mute к сожалению не успел это отследить в момент формирования команд моя ошибка новый для меня опыт потому что в этом проекте раньше контакт на встречных курсах вроде бы оба самолета не получили повреждений но при этом у комок з целых два противника в данный момент борьбе стременно граммом возможно не поможет повод а я не могла сама водородкой опасно какой раз выручают плод как миштябре с я смотрю уже завел или он только все еще паркуется вот так он завел мотор как раз сейчас нас будет летать да процент все таки немцы не решаются рядом показывает но филка вещь опасная все таки как мы уже успели убедиться не единожды кстати вот каждый раз когда переворачиваю я поворачиваю камеру я смотрю что вижу что с эффектом размазывания все таки гайджины немножечко перестарались с блюром а эти эффекты кстати их можно как-то настраивать их можно настраивать на так что когда включаешь графику на максимум думаю что будет просто все красиво и все а тут вот прям прям раздражает когда я вот самолет остается четким а картинка на фоне смазывается так в это время комокзе сажает самолет прыгает по впп но так капотировался капотировался очень жаль повернулся вверх ногами какая досада такая ошибка очень жаль скорость была слишком большая я думаю а да ну да пилот должен быть жив он починил в реальность в боях после такого чиниться если на аэродроме по моему чиниться потому что до этого по моему так не буду говорить кто крис или комэкзе по моему комэкзе уже так садился и его починили все нормально но посмотрим посмотрим должны должны починиться вот все уже починился уже все стартует да вот я сейчас наблюдаю с воздуха как раз от криса который прикрывает своего союзника в момент взлета все таки в этот момент самолета особенно изменили да на небольшой скорости все таки все таки все таки а что там у нас немцы делают да кстати так немцы немцы в это время как раз взяли передышечку слетали на аэродром пополнили боезапас некоторые только долетают до филда но все таки такая небольшая передышка в бою ну вот деды полетели судя по всему противнику летят с парой да с небольшим набором высоты единственное мне кажется немножечко странным то что впереди идущий самолет находится выше а не ниже лично я бы наверно поступил бы наоборот скажем так использовал его впереди идущего как приманку так ну тут все зависит конечно от замысла но вообще при проведении пары и боя на одном на одной линии в основном самолеты находятся особенно когда они в строю в основном там встают вправо левый пеллинг то есть там слева чуть позади справа чуть позади самолет так тем временем в нем некоторая часть находится на филде вторая часть в воздухе как раз они кружат над филдом видимо пытаются собраться до финального удара главное там сейчас не лезть на филд сражей ну так ПВО что и там злое поэтому чтобы просто так не сливаться вот кстати про спидфайера про спидфайера еще вот при посадке могу сказать что в отличие от многих других самолетов спидфайер достаточно большой вин им очень легко зацепить идет на посадочную полосу поэтому садиться на нем так я считаю сложнее чем у остальных самолетов на многих других ну да есть вот такой конечно момент но в любом случае если аккуратно даже если винт погнул то все чеется кстати интересный такой момент раз уж мы затронули тему посадки и опасности капотирования а также повреждения винта вот в данной игре в связи с самолетом аэрокобра наблюдается интересный момент там же все таки третье шасси находится спереди а не сзади как у большинства самолетов других представленных в игре и вот это на самом деле забавно потому что те ленд-лизовские аэрокобры которые были переданы СССР пилоты говорили что из-за того что в качестве взлетно-посадочной полосы используются обычно там грубо говоря поля то аэрокобры которые сильно ну все таки больше рассчитаны на качественные аэродромы и имеют это шасси спереди как раз очень часто это шасси ломалось в процессе посадки ну когда самолет уже совершил посадку а все таки неровности на поле и обламывалось переднее шасси иногда даже не столь уж редко а вот конкретно в данной игре благодаря находящимся впереди шасси даже неопытный игрок собственно не сможет уткнуться носом в землю просто потому ну если конечно опять же не сломает шасси но здесь к счастью как мне показалось не играет роль качество покрытия аэрополя так что здесь вот на аэрокобре наоборот очень легко нормально приземлиться и можно грубо говоря сразу сжать тормоз в пол ну да вот еще стоечные самолеты конечно намного легче тормозить про посадку немножко тоже вспомнил один момент я думаю многие знают но тем не менее скажу все помнят покрышки но все знают у нашего пилота и то что он летал на кобре тем более у нас в вартандере есть кобра которая на которой он летал насколько я знаю он его там як какой-то новый появился или показательный или полет хотели чтобы покрышки на нем полетал не помню но факт в том что когда он на нем садился он на яке подломил шасси потому что у яка расположение шасси треугольником сзади и он забыл он по привычке на кобре начал садиться и заднее шасси подломил из этого и переднее то есть многополучно рухнул потом кто-то из начальства вышестоящего хай поднял что как это так там один из лучших пилотов еще и летать садиться не имеет ну что за фигня вот как раз из-за того что привычка садиться и летать на самолетах которые шасси спереди вот он забыл и руки то помнят как надо садиться правильно на кобре проекта и надо переучиваться и так далее то есть всякое в жизни бывало а между тем я на удивление наблюдаю почему-то скайбоя живого на взлетно-посадочной полосе может быть мне вы это объясните как-то возможно я его наблюдаю вот сидит он в спидфайре и чувствует себя хорошо впрочем не взлетает видимо случайно снова зашел или что надо это скорее всего заново зашел а еще момент такой что в окне статистики он указан как значок висит что он катапультировался с самолетом то есть как бы не зашел то есть такой осторожный контакт внимание контакт только что по крису открывали огонь к сожалению я не заметил кто и сейчас тщетно пытаюсь разглядеть кого-нибудь рядом а вот вижу белый дым за кем-то кто-то делает большую петлю недалеко от криса кстати кто это да наблюдаем миссис шмидт это агин если правильно прочитал а он крис кстати заметьте вот спидфайры по моему на данный момент выше чем мельки ну да все правильно паспорт в поле в борьбе с эмилием ну да согласен поскольку я понимаю в данном случае немцам британцам надо эмилии с высоты снять и завязать горизонтальный виражный бой чтобы реализовать свое преимущество но пока это не удается пока мы маневры все скорее вертикальные а ну вот вроде бы заход в начальном заходе что-то вообще из-за комэкзе преследует миссис шмидта агина 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 по-видимому потерял вверх там порт и там по ложке могут работать там уже опасно а уже вроде преследует да проходит миссис шмидт еще да комэкзе сейчас находится в боевом с м с м м м вооружение из кушек тоже стрелял прилетела гарния тут уже не сладко опасная ситуация причем я кого-то еще вижу сзади и судя по чему-то желтенькому это тоже еще один миссис шмидт да крутит крутит вертикаль нехорошо вывешивается как будто но при этом миссис шмидт как раз обходит проходит вперед тяжелый истребитель не может повторить маневра а там на заднем плане крис заходит на 6 очень опасно плюс еще разрывы видимо от зениток крис пытался помочь кумакзе заходил на дарнии но ну на 6 уже кто-то зашел и к сожалению крис сбили потому что очень остросюжет был момент я как раз наблюдал со стороны комакзе за крисом как процесс очень жаль жаль вот сейчас сразу два миссер шмидта на хвостелку макзе ему пока удается избежать повреждений он пропускает их вперед да неплохо неплохо сейчас два миссера опять пытается тянуть вверх непонятно зачем спитфайр как раз для отрицательных что как раз на руку да что только что и произошло да и вот пробили пробили и все все встречи с ним да жаль но очень очень напряженный бой надо поднажать врача побеждаем да ну не совсем удачно выбрали место для боя они как раз на дыркальском филдом все собственно единственный числящийся в живых на данный момент представитель дедов это скоморох который бросил машину ушел на заработки не хотя нет вон я вижу сидит внутри готовиться к заработке все поздравляем рафов очередной победой но я надеюсь что будут еще встречи и собственно все таки успех будет сопутствовать дедам потому что сражались они я считаю достойно да очень достойно спасибо большое дедам за за бои очень интересно наблюдать кого и за раскраской некоторых пилотов тоже да чего только стоил ярко-голубой и ки турбошар да равно как и раз полный все заклеены всякими наклейками ки скомороха ну я уверен что не последний наш стрим совместный я очень надеюсь что в дальнейшем будет происходить еще подобные вылеты и надо кооперироваться все таки да будем учиться спасибо спасибо всем давайте спасибо артем были артем а ландер 74 склана раф и днище варплейновская плату рок тоже склана раф но из варплейнс отделения спасибо всем до новых встреч всем всем удачи всем всем удачи